Мой гость помолился о восьми мертвых людях, которые вернулись к жизни. Его помощники помолились о более чем сотне мертвых людей, которые вернулись к жизни. Возможно ли, чтобы мы с вами могли подключиться к такой удивительной и чудесной силе? Привет в студии Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Я должен сказать вам, что я с таким терпением ожидал этого интервью. Мой гость – сюрприз Сид Хоул. И сюрприз, как вы получили это имя? Я получил его благодаря этому пятну на моей стороне головы. Вижу его. Да, когда я родился, они не ожидали, что выйдет кто-то с седыми волосами. Это необычно в Африке. Да, да, поэтому когда я выходил, они сказали, о, это сюрприз. Понятно. Затем, когда вам было полгода, собака вырвала вам глаз. Расскажите об этом. Вот почему вы видите здесь этот шрам. Вы можете видеть его. Когда мне было полгода, одна собака ела еду. И когда я просто приближался, подползая к еде, она рванулась, укусила меня сюда, и глаз просто выпал. То есть полностью выпал из вашего тела. Да. Поэтому моя мать схватила кусок ткани, подбежала, взяла глаз, вставила его обратно и перевязала его. И оставила его там на две недели. И после двух недель повязку сняли. Вы родились в Мозамбике. Да, я родился там. Вы должны понять, что сюрприз произошел от стольких поколений колдунов, что он не может вспомнить их количество. Но когда вы были молодым человеком, вы услышали голос. Расскажите о нем. Когда я был молодым человеком, я услышал голос. Мы спали в маленькой землянке, и голос был таким громким. «Сюрприз! Сюрприз! Проснись! Уезжай из своей деревни! Сюрприз! Просыпайся! Уезжай из своей деревни!» Когда я проснулся, мой отец и мать спали. Я проснулся и спросил, кто это говорил? «Уезжай из своей деревни». А голос повторил, «Если ты не уедешь, ты умрешь. Уезжай, ты умрешь». Я проснулся, пошел в дом своего друга Гарфара в ту ночь и рассказал ему, что со мной произошло. Я сказал, «Я ухожу из деревни». Гарфар сказал, «Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел». «Хорошо». Итак, мы отправились. Тропинка в джунглях была очень узкой. Лес, в котором мы жили, был полон москитов, полон малярийных комаров и подобных существ. Итак, мы пошли по маленькой тропинке и заблудились. Мы остановились в джунглях недели на две. Позже мы оказались на юге Малави, в деревне, которая называлась Вилла-Нова. Итак, когда мы появились там, там был человек, у которого был сон. Его имя было Лукас. У этого человека был сон. «Иди к одному из деревьев, к акации, иди к этой акации. Ты видишь двух мальчиков, выходящих из джунглей. Иди к ней и возьми их в свой дом». И тогда этот человек на следующий день после своего сна пошел к этому дереву. И когда он был возле этого дерева, мы подходили к нему, я и мой друг Гарфар. Тогда он сказал нам, «Я здесь, жду вас. Пойдемте в мой дом». Это весьма сверхъестественно. Он услышал голос. Он идет из дома. Человек встречает его. И еще интересно, а знал ли этот человек Иисуса? Да, он был христианином. Он познакомил вас с Иисусом на следующий день, да. И что он узнал, если бы он не был послушен и не оставил свой дом? Что произошло со всеми в вашем доме? Вот что. На следующий день мы отдали нашу жизнь Иисусу перед этим человеком, мистером Лукасом. Затем, так как мы две недели провели в джунглях, позже один рыбак приехал в Малави продавать рыбу и сказал, что наша деревня, какая-то семья, умерла. Как они умерли, жители деревни взяли желчь крокодила. Желчь крокодила очень ядовитая. Они положили ее в кукурузную кашу и дали ее моей семье. И все они умерли. Вот такой был конец печали, конец этой истории. То есть, ваша семья вся была отравлена? Да, так и было. Если бы вы жили там, вы бы тоже были отравлены. Я люблю есть, поэтому точно. Поймите, голос говорит ему уйти. Вы произошли из поколений колдунов. Кто-то говорил вам об Иисусе до этого? До этого мы ничего не знали. Об Иисусе Христе? Нет. То есть, вы первый в вашей семье? Первый? Да, я первое поколение верующих. Хорошо. Вы сказали мне, что у вас был сон или почти что видение, перед тем, как вы приняли Иисуса. Расскажите об этом видении поподробнее, пожалуйста. Это был сон. Когда мистер Лукас рассказывал мне о сотворении, он объяснял сотворение. И потом он начал немного говорить о Божьем плане. Внезапно я увидел, как мое видение изменяется, и я уже не нахожусь там. Я вижу себя на обрыве. Это был ад. И потом я был готов идти в него. Тогда я начал плакать и сотрясаться. И мистер Лукас сказал, нет, пока ты дышишь, у тебя есть шанс. Ты не попадешь туда, потому что ты принял Господа Иисуса Христа. Вот такое было видение. Как вы узнали об Аде? Наверняка мистер Лукас рассказал вам. Он говорил, когда рассказывал о Божьем плане спасения. Что вы видели своими глазами? Я действительно видел это своими глазами, что я стою на том месте. Это было на обрыве, и была очень глубокая и обрывистая пропасть. Иногда оттуда поднимался дым и языки пламени. И затем я был готов, чтобы моя жизнь пошла туда. Затем я просто начал сотрясаться и отрясаться, как осиновый лист. То есть вас как бы толкали с обрыва? Да. Вы чувствовали, как будто это реально? Ощущали вы языки пламени на теле? Я чувствовал, что я отрясусь и рыдаю. Вот и все. Помните, как сюрприз получил свое имя? Он был большим сюрпризом. У африканцев в Малавии и Мозамбике нет седых волос, когда они рождаются. И он молился о восьми людях, которые были мертвы и вернулись к жизни. Его помощники молились о более чем сотне. И насколько я понимаю, они даже не считают того, кто был мертв и ожил. Если он не был мертв определенное время. Расскажите нам, пожалуйста, когда ваши люди считают, что кто-то действительно мертв. По какому признаку? Как минимум через день. Он должен быть мертвым как минимум один день. Да, как минимум один день, потому что у некоторых людей бывают сердечные приступы. Хорошо, я хочу узнать о первом разе, когда он молился о мертвом человеке, который вернулся к жизни. Не уходите далеко. Мы вернемся. Это сверхъестественное. Привет в студии Сидрот с сюрпризом Сид Холлом. Сюрприз. Вы были первым в вашей семье за неизвестно сколько поколений, кто перестал быть колдуном и стал посвященным верующим в Иисуса. И был это ваш кузен или ваш брат, кто стал верующим в Иисуса, тот, что недавно умер? Это был кузен, да? Да, это был мой кузен. Хорошо. Ваш кузен стал верующим в Иисуса. Что с ним произошло? Он был радикальным человеком. Проповедовал в поездах, на рынке, везде, на улицах. Но радикален, чем вы? Да, радикальнее. И потом, вот что произошло 25 сентября. Это был праздник военных. Он проповедовал на рынке. И когда он шел домой, он наткнулся на людей, на религиозных людей, которые были другой принадлежности веры, и они просто убили его. Теперь, когда вы узнали об этом, дьявол получил в ответ, у вас было собрание. На том собрании много мусульман пришло к Господу, да? Три недели после этого, потому что я был в Израиле, когда это произошло, и когда я вернулся в ту область, где он был убит, и начали собираться люди, пришло 4000 человек на собрание, и половина из них, то есть 2000, отдали жизнь Иисусу. Многие из них были мусульманами, да. Много мусульман приходят к познанию Иисуса в Африке. Такая хорошая новость для них, потому что они приходят, несутся, как будто бегут от чего-то, от опасности, и они приходят к Господу. Я думаю, что многие мусульмане были такими, как вы, иными словами, получали видения или сны с небес, где им говорилось, чтобы они верили в Иисуса. Ведь это со многими происходило. Да, 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 некоторые из них, как один человек, он собирался убить себя. Он был мусульманином, который собирался убить себя. Когда он собирался сделать это, он встретил человека, перед ним стоял светлый человек. Он сказал, куда ты идешь? Он сказал, я собираюсь убить себя. А тот ответил, нет, не убивай себя. Вернись, найди пастора, и он расскажет тебе что-то. Он вернулся и нашел дом одного христианина. Его там не было, он нашел только детей. И затем этот человек вернулся, поговорил с ним, и он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Теперь он пастор. И это происходит со многими мусульманами. Я хочу узнать о первом случае, когда сюрприз помолился о мертвом человеке, который вернулся к жизни. Вы помните это первый раз? Да. Расскажите. Я был в одной деревне. Эта деревня называется Камат-э-Трай. Я проводил небольшое собрание пробуждения в сельском зале. На следующий день вождь области Камат-э-Трай подошел ко мне и сказал, закрывай собрание пробуждения, потому что кто-то умер рядом с сельским залом. Я сказал вначале, могу я пойти и увидеть этого человека. Он сказал, да, конечно, пойдем. И привел меня к этому дому. Я обнаружил там шесть женщин, которые сидели в доме. И потом вождь представил меня этим женщинам. И после он пошел к себе. Потом произошло то, что я спросил эту женщину, могу ли я помолиться. Она сказала, конечно, молись. Я начал молиться. Когда я молился, я открыл глаза. Те женщины, все спали. Девочке было лет шесть. Ее звали Иншанша. Это имя девочки. И Иншанша была завернута в простыню. Я осмотрелся, женщины спали, и я сказал, это мой шанс. Я подошел к девочке, которая лежала, и начал заворачивать ее. Вдруг выпала окаменевшая холодная рука. Я выставил палец и еще раз оглянулся. Женщины спали и храпели. Я обложил свой палец в окаменевшую руку девочки и помолился. Внезапно девочка схватила мой палец. Я был действительно шокирован. Я просто подпрыгнул от удивления. Я скачал и закричал. Она посмотрела на меня и сказала, я очень голодна. Я смотрелся вокруг. Женщины до этого пили Кока-Колу. Я взял Кока-Колу, налил ее в стакан и дал этой девочке. Первого, кого я разбудил, была ее мать. И вы представляете себе ее удивление, когда ее мама проснулась. Она, конечно же, была просто в шоке. Все шесть женщин выбежали и начали кричать. Когда вождь услышал шум, он прибежал. Когда он вошел внутрь дома, то увидел, что девочка пьет вкусную колу. Нет, я не рекламирую колу. Я просто говорю об этом чуде Господнем. Я понимаю. Да, он рекламирует царя царей. Вот того он рекламирует. Наверное, они были в шоке. Расскажите мне о том случае, когда у вас был сон о мертвом человеке, который ожил. Это уже следующее. Еще один пожилой человек, его имя Эньони. Ночью у меня был сон. Я видел группу людей, которые шли кого-то хоронить. Но у меня было ощущение, что-то говорило, этот человек не мертв. Это было во сне. Я побежал к ним, сказал, пожалуйста, я хочу увидеть этого человека, которого собираются похоронить. И затем они сказали, о нет. Я сказал, пожалуйста, пожалуйста, откройте для меня. Они открыли. Когда я видел этого человека, он был похож на человека, у которого много смеха в его устах. Я сказал, у этого человека так много смеха, он не мертв. И затем, после этого, я помолился, и он воскрес из мертвых. Это было во сне. На следующий день я все время думал о чем-то другом, не вспоминая об этом. И затем кто-то пришел ко мне и сказал, кого-то собираются сегодня похоронить. Я сказал, где? Он ответил, под горой, на новой ферме. Я сказал, о, давай пойдем туда. Мы пошли прямо в дом и обнаружили людей, которые взяли дверь этого человека и его стол и делали из них гроб. Они делали гроб? Да, гроб из его двери и стола. Они заканчивали делать гроб. Этот человек был мертв уже три дня. Мы зашли внутрь дома. Спросили этих людей, можно ли увидеть этого человека. Они сказали, конечно. Они собрали всю семью, зашли туда и открыли простыню, которой он был накрыт. Потом мы подошли к нему, и здесь я открыл его лицо. Как только мне открыли его лицо, я понял, что это то лицо, которое я видел прошлой ночью в моем сне. Я начал наполняться радостью, а потом начал смеяться и молиться. То есть вы знали. Я точно знал, что он собирается вернуться к жизни. Так и произошло, скажите. Во время молитвы он закричал. Да, в конце молитвы. Когда он закричал так, его кишечник опустошился с большим шумом. Комната была наполнена ужасным запахом. Пахло очень плохо. Ему даже не было стыдно. Он был рад. Этот человек в своем свидетельстве сказал, что в то время, как он спал, он боролся с темными силами. И темные силы тащили его в место, которое становилось все жарче и жарче. До той поры, пока не засиял яркий, ослепительный свет. И тогда темная сила оставила его. И он воскрес и восстал из мертвых. Это удивительно. Его душа боролась с темными силами для того, чтобы выжить. Иисус вернул ему жизнь. И это здорово. Знаете что? Здесь такое присутствие Божье в этой студии. Сюрприз. Вы наверняка чувствуете то же самое, что и я, присутствие Бога. Я чувствую его сейчас. Я скажу вам. Сюрприз сказал мне, что он счастлив, несмотря ни на что. 24 часа, 7 дней в неделю. Вы хотели бы быть таким счастливым? Я имею в виду по-настоящему, не подогревая это, но по-настоящему счастливым и радостным. 24 часа в день, 7 дней в неделю. Я бы хотел. Я знаю, что вы тоже хотели бы. Когда мы вернемся, я верю, что у нас будет сила воскресения из мертвых. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. В студии Сидрот с сюрпризом Сидхоллом. И сюрприз, до паузы вы чувствовали то же самое, что я. Ведь правда? Да. Это был ангел? Что произошло? Почему Божье присутствие стало таким сильным? Да, потому что Бог собирается освободить некоторых людей от определенных вещей. Вы хотели бы помолиться о них прямо сейчас? Да. Я вижу, есть один человек со своей женой, и у него было трудное время, плохой период, нерадостный. Но Бог желает прямо сейчас, когда они сидят на диванных подушках и смотрят эту передачу, им действительно нужно освобождение. Я чувствую, что на них изливается радуга сейчас. Там радуга. Я вижу, что диванная подушка коричневого цвета. Но что-то вроде этого. Бог желает прикоснуться к ним прямо сейчас и излить свою свободу. Вы ощущали давление, но сейчас Господь освобождает вас. Помолитесь о них прямо сейчас. Я молюсь в могущественное имя Иисуса. Я молюсь о большой свободе для этого драгоценного человека, его жены прямо сейчас. Отпускаю их на свободу во имя Иисуса. Я верю, Бог желает сделать еще что-то. Но я просто слышу, я знаю, что это незначительно. Я просто слышу, что у кого-то головная боль, и эта боль ушла. И это для вас немало. Хорошо быть свободным. Расскажите о человеке, у которого не было глазных яблок, и который получил их. Была женщина, за которую мы молились на конференции. У нее была болезнь. Эта болезнь часто встречается в Малаве, когда глазные яблоки начинают все больше усыхать. Влага выходит, и в результате глазные яблоки высыхают. Мы молились о ней. У нее не было глазных яблок в обоих глазах. После того, как мы помолились, она не получила их. Но что произошло? Когда она заснула в ту ночь, ночью во сне приснилось, что она видит, и потом она вышла из дома и начала петь. Другие женщины проснулись, вышли и спросили, «Кто вывел тебя наружу?» Она сказала, «Нет, мне снится, что я могу увидеть». А они ответили ей, «Нет, тебе не снится». «Да нет же, мне просто снится очень удивительный, очень хороший сон, в котором я могу видеть». На следующий день у нее были новые глазные яблоки, и так это случилось во сне. У кого-то прямо сейчас исцеляется нога, ниже колена, до ступни. В этой области вы исцеляетесь прямо сейчас, и у кого-то спина исцеляется в этот момент, у кого-то исцеляется и восстанавливается бедро. Вы знаете, он в Африке, и он видел все чудеса, которые есть в Библии, как насчет насыщения людей, благодаря умножению пищи. Пожалуйста, расскажите нам о таких случаях, ведь это было. О, этого у нас было так много, что не сосчитать. Так много этого? Вы слышали? Так много! Мне нравится такая детская вера. У нас курятина умножалась, да и хлеб тоже умножался. Сколько людей были накормлены, и каким количеством пищи? Расскажите. У нас была одна сумка, это было где-то в 2000-м. В то время у нас было наводнение в Южном Мозамбике. И так у нас была только одна сумка. Мы не считали, сколько хлеба, но была одна сумка. Когда мы пошли в концлагерь, то есть не в лагерь беженцев, просто люди там бежали от наводнения. И там были тысячи и тысячи людей. Мы начали раздавать людям этот хлеб, подходили к каждому, отламывали. Мы раздавали всем, каждому, кто просил, сколько хлеба у вас было? Одна сумка. Одна сумка. Насколько большая сумка? Одна сумка, может быть, вот такая. Но людей были тысячи и тысячи. Вы видели, как тысячи и тысячи людей получали хлеб из одной сумки? Сами, да? Да, из одной сумки, и он не заканчивался. Осталась еще пища? Да, у нас все равно оставалась сумка пищи. Люди поняли, что происходило? Возможно. Люди думали, что мы где-то его прятали. Может быть, они думали, что мы просто берем и идем дальше, а где-то у нас еще есть грузовичок. Вы часто видите такое в Африке? Именно очень много раз. Если бы могли помолиться о людях, которые смотрят передачу сейчас или в записи, могли бы они жить в радости 24 часа, в сутки, 7 дней в неделю? Все мы. Вполне. Могли? Вы помолитесь прямо сейчас? Да, я могу сделать это. Благодарю тебя, Отец. Прямо сейчас мы приходим к тебе и молимся за дорогих зрителей, за всю аудиторию в могущественное имя Иисуса. Я молюсь, чтобы радость приходила каждому человеку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вечная радость, заразительная радость, эпидемическая радость во имя Иисуса. Я провозглашаю эту радость всей аудитории, тысячам людей, где бы они ни находились. Радость, свободу и вечную радость во имя Иисуса. Во имя Иисуса. У кого-то сдавливающее ощущение в грудной клетке. У вас нет сердечного приступа. Это ложный симптом. Вы свободны во имя Иисуса. И у кого-то зуд в левом глазу, и это было вызвано простудой. Но сейчас я запрещаю этому, и будьте исцелены во имя Иисуса. Здесь такой мир. Есть что-то еще, что Бог желает сделать прямо сейчас. Я чувствую, что Бог желает возвысить людей в их мечтах, потому что чувствую, что многие люди забыли свои мечты, совершенно забыли. Итак, обновить мечты, чтобы они реализовались? Да. Помолитесь. Очень быстро. Пожалуйста. Прямо сейчас. Спасибо. Я молюсь, чтобы ты вернул утраченное во имя Иисуса, и пускай мечты вернутся окончательно. И знаете, что? Мы сделали особенную запись, где вы начали поклоняться. Я хочу, чтобы наши люди сейчас пережили африканскую, христианскую форму поклонения Богу. Могли бы вы поклониться Богу прямо сейчас? Вознесите святые руки и присоединяйтесь к нам. Просто начинайте поклоняться Богу. Благодарю тебя, Иисус. Да, ты верен, Царь Славы, когда мы поклоняемся тебе сейчас. Да, сейчас. Я чувствую, что это почти как изливающаяся мира. Песня, песни Соломона. 1 глава и 12 стих. Да, Царь за трапезой прямо сейчас. Иисус, ты верен. Ты верный, Господь. Ты верен каждый день и каждый час. Ты верен, Господь. И я молюсь о Твоей великолепной верности. Ты верен. О, Господь. Ты верен. Ты верен. Ты верен. Ты верен. О, Господь. Во имя Иисуса.